Добрый вечер, в эфире телеканал Астана, программа статус-кво, меня зовут Динара Саджан и сегодня у нас в студии олимпийский чемпион Александр Винокуров. Добрый вечер. 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 саган тоже там десятку мы рассчитывали конечно осан может попасть но он в то же время пытался помочь и мне хоть мы были вдвоем меньшинстве остальные команды были все по пять человек максимальный допуск мы сделали максимум скажем так доказали что невозможное возможно нет интересно как александр винокуров готовится гонки да то есть вот мне кажется что вы как-то изучаете наверное даже своих соперников до потенциально кто может с вами финишировать то есть кто уйдет в отрыв то есть вы приблизительно так трудно это притворяться например вот ехать сначала вроде как тебе тяжело ты устал а в какой-то момент уйти в отрыв конечно можно все поэтому кто иногда побеждает хитрейших не может обхитрить не то что этому я пытаюсь научить сегодня молодежь нашу что где-то ты уезжаешь в отрыв будь хитрее экономнее поэтому чем больше ты сил сэкономишь к финишу тем ты будешь резвее там бодрее остальных конечно соперников мы уже всех знаем в лицо потому что профессиональный спорт там все вот 200 человек победителей ты на этой гонке ты знал конечно ты с ними ездишь уже десятилетия это а когда уже именно мы отъехали в отрыв то уже там конечно ты эти три человека я уже делал ставки на того же ставки скажем на соперников тоже кончеляра который кстати тоже меня на забор не толкнул вместе с ним колокол обняв тоже вальвердо испанец поэтому уже там определяешься и видишь что как дальше бороться с ними там не упустить ну трасса была не идеальная скажем так под меня что там в гору где-то можно было тяжело было атаковать но именно мы нашли тот момент я нашел этот колумбий с другой стороны не знаю почему мы просто я когда даже атаковал думал сейчас кто-то сзади на колесе называется у нас кто-то в потоке сидит за мной вырвется не то что вырвется но бывает так ты атакуешь за тобой вся эта струя как змейка выстраивается и ты не можешь ничего сделать все сидят у тебя сзади на колесе а самое сложное оказывается вот вам до первого велогонщика почему как бы разбиваете воздух да поэтому в этот момент никого не оказалось а потом уже факторы неожиданности но мы помним взгляд колумбийцы который искал вас с левой стороны а вы уже вправо и больше наверное искал и насмотрел наверно пелетон который сзади мог настичь нас не настичь ну опять же одна из его ошибок может быть на финише все таки я думаю мне оставалось больше еще энергии чтобы финишнуть но вы победили это был ваш триумф это был первый день олимпийских игр вы конечно подняли страну вы объединили нас все вы победители да но интересно что вы приехали самым последним вот мы вас сегодня встречали вы самым последним прилетели долгожданный да завтра у вас встреча с президентом я знаю что все олимпийские чемпионы наши встречаются с головой государства не только все атлеты и атлеты все участники до олимпийских игр чего вы лично ждете от этой встречи общение наверное поздравления всегда приятно возвращаться на родину тем более не просто участником хотя это были мои уже четвертые олимпийские игры где я уже имел серебряную медаль в сиднее 2000 год тоже групповая гонка здесь золотая медаль завершение карьеры просто можно было где-то мечтать в таких снах каких-то красочных это все реальность сегодня я считаю это вознаграждение наверно за всю мою карьеру 15-летнюю карьеру профессиональном спорте а страны когда ты выступаешь за казахстан ты гордишься тем не знаю патриотизм я из тех времен еще когда и на сегодня что я горжусь что у нас сегодня есть команда стана что мы одеваем эти майки и мы чувствуем на себе ответственность то что ты рекламируешь не какой-то спонсор магазина там рекламу от именно рекламируешь свою страну многие кстати другие команды на большинство конечно только так и ты чувствуешь что ответственность и может быть это еще придает плюс энергии скажем так как есть в том же отрыве что ты горд за свою страну что интересно мне интересно о чем вы думаете потому что вот каждая гонка это 45 часов да вот в лондоне сколько она продолжалась 545 545 часов о чем можно думать 5 часов 45 минут во время когда идет скажем так прокатка там начале когда стартуем там не слишком быстрая скорость там 30 км в час там уж успеваешь поговорить с кем-то приятелями там конкурентами которые там ты знаешь этих ребятам снг беларусь это могут быть разговоры о жизни конечно не этом планах в будущем но когда уже идет последний там эти три часа где именно ты должен сконцентрироваться на дороге там никаких ошибок малейшее это шаг вправо шаг влево скажем так сантиметр где-то на спуске может стоить тебе или проколы или падения там уже думаешь сам по себе не знаю у меня это бывает но трудно сказать где-то о семье что тебя смотрят что тебя ну старайся как-то отлеться не знаю я старался не думать что это олимпийские ты едешь на на победу один из этапов скажем так тур де франс очень было похоже что там много зрителей трасса влево-право и уже в конце конечно когда уже осталось километра я уже думал да что серебро мне есть надо завоевать именно золотую медаль выше этой пробы поэтому еще она на это простимулировала как повторюсь лишний раз наших спортсменов что открыл именно я счет и я горд этим что сильные то же самое было уже неделя там была буквально и не было медалью казахстана и мы приехали завоевали первое серебро и буквально через там пару часов шишинина выигрывает золото и в этот раз обязательно его нужно обязательно брать на олимпиаду открывал в этот день мы были первыми поэтому это было еще для нас может быть какой-то еще дополнительная стимуляция для нас и я считаю и может быть для кого-то сюрпризом была эта медаль из руководства нашего ну кто-то верил но скажет на нет уже старичок пенсионер 39 почти лет это невозможно но и доказал обратно что и на куров выходит на старт и выходит не просто статистом а выходит побеждать а с кем вы конкурировали сколько лет вот было вашим соперником сколько лет он по 20 именно который со мной приехал колумбии с 25 лет 25 лет на остальные конечно возраст и может это быть 22 саган ехал от который выиграл три этапа там туре франции это буквально феномен не знаю сегодня он финиширует въедет в гору там буквально почти всем 22 года то есть вы брали техникой мне кажется здесь уже опыт техника об этом конечно все это совокупности без формы без кондиции за труды франция что я набрал ту подготовку максимально уже было на последней неделе видно что что я могу бороться и даже итальянский телевидение говорила да что осторожно и на куров может сделать сюрприз потому что у меня всегда такие победы были что когда кто-то спринтеров не ожидает там где-то то винокуров может именно вырваться последний момент там последний километр и и забрать эту победу которая там было в 2005 году на элисейских полях последний этап тур де франция там просто постоянно финиширует пелетон спринт я последний раз в 2005 году уже прошло семь лет и после этого еще никто не побеждал именно в одиночке поэтому я отличаюсь с этими победами яркими запоминающимися если они кстати в твиттере написал о том что у нас сегодня в гостях и я хочу напомнить нашим зрителям что самый лучший вопрос мы подарим сегодня это же как раз лондона до полу да это вот именно по бои победа момент победы обязательно с автографом личному от александра винокурова я хочу вернуться вот к завтрашней встрече с президентом я знаю что у вас уже есть орден борис до 2 степени есть пара сада пара сад наверняка завтра тоже вы будете награждены чего вы лично ждете для вас конечно важно но для меня любая медаль бы орден будет уже поощрением скажем так страна сама оценит насколько я достиг не знаю но предлагали вообще вам халкохормон отдать но для вас вообще это важно конечно важно когда ты работаешь то что работаешь ты представляешь что страну ты вкладываешь свое здоровье свою там жертвуешь иногда семьей там не видишься месяц два-три и когда потом представляешь свою страну потом страна оценивает это по заслугам конечно это приятно я бы хотел вернуться к парламентским выборам которые пришли в начале этого года и вы были в партийном списке партии на рутан да то есть вы могли стать депутатом мажилиса да сейчас вы заканчиваете свою карьеру да я знаю что ходит разговор о том что возможно вы станете главным до генеральным менеджером компания велокоманды астана либо есть вариант что вы можете уйти в политику даже не знаю конечно есть предложение одно другое надо думать серьезно но я считаю еще для политики на не готов по крайней мере ближайший будущем хотелось бы где-то передать свой опыт ребятам которые именно в команде нашей команде астана еще раз может поблагодарить главу государства за ту поддержку именно спорта и мы видим сегодня что это на лицо 7 медали такого золотых золотой пробы такого не было никогда за последние эти пять олимпиад когда казахстан представляет отдельной страной было две три 1 там 7 медали такого не было в истории сегодня все удивляются когда я вчера позавчера ехал заключительную гонку сан-себастьяне с ребятами говорили французами там вместе и швейцарцами они в шоке просто казахстан такая маленькая страна и обошла такие страны как там не знаю рядом с италией сзади украина австралия по моему поэтому для для них это тоже сюрприз но для нас это вообще приятный сюрприз и доказывает что спорт работает и частности велоспорту уделяется большое внимание нашему проекту и надеюсь мы перепишем еще раз контракт до следующих олимпийских игр вы уже все точно завершаете карьеру да потому что я помню что в 2011 году дал вам тоже говорили о том что это было падение сегодня с такой медали по мечтал бы завершить карьеру любой спортсмен тяжело тяжело скажем так представить что-то выиграть больше поэтому приходит тот момент к сожалению может быть или к радости у кого-то что ты должен заканчивать карьеру а на такой ночи для меня это но вы не уходите из велкоманды стана то есть вы остаетесь нет я ну конечно думаю в команде найдем мой статус определим руководством федерации коротким матчем килимпетовым какой статус я буду занимать в команде и поэтому сегодня хотелось бы просто насладиться своей победой приехать на родину эти две недели провести с друзьями семьей а какой статус вам бы хотелось занимать в команде стана статус генерального менеджера это вопрос коварный вопрос не знаем дайте мне две недели отдыха и и решима с руководством команды федерации ну любое любое предложение будет для меня скажем так приятно спрашивает про велосипед и да у сегодня был кого-то вопрос на пресс-конференции о том что что будет с велосипедом до на котором вы выиграли олимпиаду на что с ним будет я знаю что он будет где-то продаваться на каком-то аукционе и вопрос денег теперь волнует до людей куда уйдут деньги надо да это сразу уточнить что конечно у меня такая появилась идея что велосипед все равно останется в казахстане я думаю для себя скажем так у меня есть другие сувениры этот именно велосипед почему хочется наверное и уточнить именно что будет конечно аукцион не знаю в ближайшем будущем сентябре где-то аукцион будет казахстане конечно в казахстане и эти деньги вырученные деньги которые пойдут детский дом еще не решили в какой может быть несколько если будет это ваша идея да еще вопрос от баха бат баха и цыздыкова вы наверно знаете и какая у него была первая мысль когда он понял что стал олимпийским чемпионом получил золото ощущение на приходе сразу моментами нет было эйфория да когда приезжали поздравляли соперники друзья осан приехал по команде коллеги по команде астана наши поэтому это было не знаю трудно поверить ну про ты получаешь медали идешь потом интервью пресс-конференция это даже может быть там надо было неделю-две чтобы осознать именно что именно пока на подписываешь какие-то сувениры плакаты уже подписываешься там не видеть и они серебряный призер олимпийской игры олимпийский чемпион это да это это круто и как говорят французы снимаем шляпу когда ребята все поздравляли после олимпиады говорит такого только только мог сделать по винокуров еще один вопрос дает вы просто выберите потом один из вопросов какое вино предпочитает вина летом наверное белая зимой когда прохладнее красная то есть вы выпиваете до велогонщика можно по стакану хорошего вина скажем не в день но иногда конечно после такой медали не вино на шампанске разновали победу да хотелось бы хотелось бы знать готов ли он передать полученный опыт молодым талантом это наверное вопрос как раз тому что вы говорили да что вот меня уже в этом год и предыдущий год занимался с ребятами которые у нас команде молодежь которые приходят я знаю что есть еще команда астана 2 до этого наса для молодых велогонщиков там больше ребята 23 лет до 23 лет 19 23 которые именно вот эта ступень чтобы подготовиться к профессионалам уже спор профессиональной команде минуты был готов и для нас это уже какой-то скажем так запас гонщиков которые не растут и этим я и занимаюсь принципе конечно не сконтинентальной командой но с кому с ребятами которые уже в команде где-то едешь гонки вместе сидишь задним столом и рассказываешь свои истории где как ситуации какой правильно поступить чтобы они делали тех ошибок которые может быть это я сделал но увидите из молодых казахстанских велогонщиков александра винокурова тяжело сказать пока нет честно ну ребята это возможно с опытом если я думаю да конечно над этим и мы работаем это одна из моих основных задач сегодня такие ребята как асан базаев максим и глинский показывают что у них есть потенциал они могут выигрывать максим доказал что выиграв валишь бастон лишь в этом году которую я выиграл два раза не подряд на через пять лет он выиграл через год это триумф он выиграл всех звезд которые мне было приятно за него за семью что он достиг что он может побеждать но главное именно нужно ребятам поверить что они готовы и и именно взять ответственность на лидерство кто именно сказать в этом вся проблема что если ты лидер ты должен сказать команде все все вперед встаем и рулем скажем так сегодня этого ребятам не хватает этой уверенности что ты они боятся ответственности именно тот момент когда нужно сказать все суда все работаем я готов а мне кажется что это еще какой-то внутренний настрой потому что я помню что через несколько дней после смерти вашего друга до андрея вилёва вы выиграли до гонку парижница и тогда ну тут в обычной жизни да когда происходят такие события очень тяжело собраться а когда у тебя гонка а вы смогли собраться еще и победить а потом по-моему еще какая-то была до победа и вы все эти победы посвятили до своему другу мне кажется здесь такое ощущение что александр винокуров это действительно человек-сталь то есть которого очень сложно вообще сломать может быть и так конечно тяжело это это было поверить что ты на следующий день стартуешь и этого друга нету пелетоне тяжелые минуты именно этот этап мы прокатились все вместе он был аннулирован а уже на следующий день я принял для себя решение что все-таки останусь в гонке и постараюсь победить завоевать это желтую майку и посвятить эту победу для него для его семьи конечно это было трудно сделать но я чувствовал наверно может быть как в то время говорил что его поддержку что мы ехали вдвоем и не знаю как но я победил да эту гонку 2003 год парижница было очень трудно эту майку я потом положил ему гроб подписал трудные минуты но это так жизни такая штука что мне кажется на вас вообще действуют такие вещи потому что я читала ваше интервью до олимпийских игр где вы рассказывали о том что ваши сыновья вас попросили не возвращаться без золотой медали когда я хотел выиграть этап на туре франции не получилось они были на туре франции последнюю неделю в перенеях в эти были этапы они первый раз были именно внутри команды в автобусе катались нами для них это было уже скажем так не каждый ребенок прокатиться в автобусе там зайдет посмотрит как это все изнутри они это видели они просили там атаковать уезжать в отрыв победить но они в то же время и понимаешь что уже не по 10 лет им что это не так просто этап не вы не получилось выиграть но они приезжали в париж тоже самое я даже немножко приболел после этого лежа труды франца скажу больше даже принимал четыре дня антибиотики думал тяжело будет отойти к олимпийским играм там пять дней просто было на восстановление и когда уезжала в четверг да они подавай какой-нибудь медаль принеси да или бронзовую серебро золото отлично вообще бы когда они видели онлайн что я выиграл они потом сами по телефону не кажется на вас действует то есть вот именно то то что действует ты настраиваешься сам настраиваешься прокручиваешь иногда те моменты если это какое-то кольцо ты знаешь прокручиваешь в голове каждый вираж там чтобы не ошибиться там трассу может быть где-то ты представляешь больше как ты там скидываешь руки на финише и так далее не каждый может кто сидел этот тренинг называется не знаю меня и старт там иногда таких гонок и этими ты пытаешься может быть это молодежи навязать но не все это понимает кто-то ленится том-то и заключается что это тяжелая работа велоспорт что ты должен папа 5-7 часов кататься когда там беседу с футболистами где-то были встречи у нас сумасшедшие там по такие эти объемы ездить и так просто тяжело тяжелый спорт поэтому только скажем так победа сегодня вы звезда вы сегодня звезда не только казахстана вы мировая звезда я лично видела в италии да как вас встречают вас не пропускают да то есть каждый ваш шаг это вот как сейчас у нас на телеканале каждый шаг как это автограф каждый шаг это фотография на память да при этом александр винокуров родился в поселке бишкуль да это рядом с петропавловском вот мне интересно как так получилось что вы сели на велосипед и в каком возрасте это было это было 11 лет 84 год мой первый тренер Сергей Иванович Кручина приехал после окончания университета петропавловский института в то время бишкуль ее пригласили работать он пришел в школу наш класс и набирал ребят и мальчишек секцию велоспорт тогда мне кажется велоспорт 84 год это было не так популярно не так популярно одно название велосипед который тебе дадут кататься не у каждого в то время скажем был велосипед тем более спортивный то был там орленок был там школьник скажем урал позже но спортивного велосипеда был не у каждого поэтому на это сразу все ребята пошли но потом уже я заинтересовался больше что еще и началось закрутилось выезжать на сборы в лагеря там и тренер был такой есть он который до сих пор тренирует ребятишек в возрасте от 10 до 15 лет это вот у него есть такое что заманить не знаю за именно я помню еще в те годы он говорил что там есть профессиональный спорт нужно достичь там 23 летнего возраста по моему чтобы перейти профессионалом какие профессионалы то время 10 лет до 23 лет этого и этого в смысле по трассе ездили или внутри поселка и по трассе ездили или из поселка в поселок время было больше среди поселок и велокросс ездили зимой и катались и бегали там не по горам ходили в то время еще не было мечты достать велогонщиком увлечение да увлечение было конечно потом когда он говорю про сояльный спортом об этом и не думали это было где-то за горами в то время да мы знали есть кумир у меня сергей сухорученко 80-й год это олимпийские игры он выиграл в москве да вот это было нашли но там плакат нас висел даже олимпийских игр по моему москва большой такой как обои все мы тренировались было интересно круто ездили в алмате а потом потом это уже стало больше сборной казахстана и так далее 90-е года выезжать самостоятельно за рубежа и за рубеж стали еще закрутилось и потом уже первый олимпийских минус что гонда то есть если в принципе с 11 лет заниматься велоспортом то можно стать александрами на куровом можно и позже если начать то в наше время лучше раньше начать нет раньше думаю не стоит может быть и желание пропасть потом если были чемпионы которые начинали как эдди меркс там их 15 16 лет эдди меркс кто не знает это вот как футболе пиле есть такое имя велоспорт это эдди меркс у него там четыреста пятьдесят побед минимум профессиональном спорте если у меня за всю карьеру там где-то 57 по моему побед то у него их 400 но в то время было другие времена там меньший может быть и конкуренции мошки ренда ну спринтеру это за стоит а который финиширует это реально но сегодня вела команда астана стала не просто брендом до казахстана она стала стимулом маленьких мальчиков молодых велогонщиков вообще попасть до велокоманду астана это возможно потому что ездишь по городу по астане и все время вижу как проезжают молодые велогонщики да у них обязательно майки с надписью астана я просто не понимаю все время я думаю имеют ли они отношения команде астана или же это вот начинающие велогонщики но по крайней мере появился такой тренд появилась мода мне кажется что велоспорт сегодня один из самых популярных видов спорта в мире я думаю да конечно во франции голландии в европе для и в казахстане сегодня я думаю последние эти десятилетия наши шагнули вперед кожу каждый там имеет велосипед спортивный кто-то и больше и ребята бизнесмены или чиновники садятся на велосипед и стараются покататься даже есть примеры которые до борового ездит ребята тяжело есть поэтому ребята молодежи конечно это пример мы когда начинали у нас были другие там кумиры не было команды астана были другие мы смотрели велогонки мира была логонка мира наблюдали где-то сами потом пародировали ты там тот я этот и финишировали а сегодня в рейтинге в мировом рейтинге велокоманда стана на каком месте пятом месте на пятом месте да поэтому конечно планку мы подняли высоко с победами кантадора это и труды франции и джиро до италии стараемся нести эту планку на том же уровне на следующий год у нас ребята подписали новый так как так и не были итальянский гонщик надеемся что который на тур де франция занял по моему второе третье место да то есть мы уже он венченцы не были уже член команды 13 года команды астана да поэтому их собираемся привести все-таки нашу всю команду и показать казахстану декабре декабре этого года мы нам нужно ждать своего команды астана в полном составе он составит вместе с новыми игроками конечно да поэтому это и венченцы не были на котором рассчитываем победить может быть джиро до италии по крайней мере будет стоять задача у него такая следующий год такого таких звезд как фузгант датчанин подписал которую принципе доказал 27 лет что он может побеждать и для нас это хорошая покупка думаю сконтинентальной нашей команды пару молодых ребят возьмем которые себя показали в этом году будем стараться сделать из этих ребят максимально хороших гонщиков скажем так команда соберется считаю неплохая но я думаю что не сложно наверное велокоманду астана приглашается до спортсменов потому что это же уже команда с именем то есть и в мировом рейтинге мы занимаем пятое место до наверняка то же самое венченцы не были я не думаю что он сопротивлялся да все зависит не всегда все решает деньги поэтому весь атмосфера в команде очень важно руководству как идет политика в команде а кто решает политику в команде астана вот вы сами как-то внутри или же вот сегодня сегодня это нет федерации не касается это сегодня это во первых джузеппе мартинели тим-менеджер и уже играющий тренера как сидун шефер александр если у вас завтра назначен генеральным менеджером до велкоманды астана у вас уже есть какой-то подготовленный план скажем так то есть какая-то стратегия как как расти и как сделать так чтобы его команда сна была на первом месте да в рейтинге я думаю что если это произойдет конечно с моим опытом может быть кто-то сомневается что не всегда скажем хороший гонщик может стать хорошим менеджером если это произойдет повторюсь то будем стараться сделать максимально атмосферу а что для этого необходимо случаясь твое имя твой имидж и за тобой есть и тянутся ребята и передаешь свой опыт и конечно команду должен должен возглавлять должна возглавлять личность я думаю да конечно где ты лидер где ребята тянулись за тобой во время гонки пойдут за тобой дальше и что во первых уважение в команде должно быть у тебя уважали это в первую очередь не обязательно назвать тебя по имени и отчество но должно быть уважение и тебе будет прислушиваться другое такое обстоятельство это контракт который остальные у нас на сегодняшний день довольны мы своим положением надеемся говорю подписать еще контракт до следующих олимпийских игр с нашим спонсором генеральным сам руковым казана поэтому все будет зависеть от этих факторов и уже дальше настраивать стратегию идти вот ваше отношение сам рук казана а вы довольны этими отношениями сегодняшний день до то есть они идут на вам навстречу и помогают во всем их не задача отдать бюджет который прописан по контракту а дальше мы уже решаем рынок во первых решает велоспорта какую зарплату кто я знаю что велогонщики на сегодняшний день да вот на рынке спорта нужно иметь очень хороший бюджет до чтобы пригласить хороших велогонщиков безусловно иметь статус про тура уже это говорит что это 18 команд как 1 дивизион 18 про туровских команд 30 человек гонщиков 35 лет обслуги это большой состав но эти деньги стоят того я думаю да если сегодня мы делаем имидж страны популяризацию за границей казахстане нашего спорта и так далее мы несем и уже седьмой год команда существует я думаю еще мы доказали что это действует с этой медалью я считаю что не было команды астана было бы трудно завоевать эту медаль работая в казахстане где-то без уровня без этих конкуренции ты не вырастешь просто останешься на одном месте поэтому есть команда которым вкладываем по сравнению с другими видами спорта я считаю небольшие деньги и это работает александр вы сейчас живете в монако завтра встреча с президентом да если вдруг глава государства он предложит остаться в казахстане вы останетесь если предложит останусь ну что же об этом узнаем завтра после вашей встречи спасибо вам большое за то что пришли сегодня у нас был эксклюзивный до выпуска программы статус-коп потому что александр винокуров прилетел в астану сегодня причем прилетел последним да потому что я знаю что у всех наших олимпийских чемпионов и в алмате и в астане и в других городах встречали очень вы кстати довольны как вы встретили сегодня безусловно конечно теплый прием довольно быстро конечно я не ожидал что но это тем более в 6 утра пришли утра для меня наоборот я уже последние двое суток мало сплю в дороге влево вправо постоянно поэтому супер встреча много цветов и сегодня очень насыщенный день был я знаю я думаю ближайшие две недели будет такой график постоянно поэтому стараюсь находить себе силы мне кажется александр вы еще не совсем не до конца осознаете роль да свою видимо и велоспорте потому что мне кажется вы же понимаете что олимпийский чемпион это уже звание на всю жизнь это мне кажется наивысшее звание вообще для спортсмена я думаю да тем более в нашем спорте это профессиональный спорт и идея 96 года допускает именно профессионалов с любителями вместе и это ценится вдвойне это медали что это не любительский спорт а это профессионалы любой другой спортсмен это поймет и поэтому эта медаль очень важно для казахстана и для меня и в истории это уже навечно и 30 олимпийские игры супер только мечты сбывается ну вы доказали что мечты сбывать я вас прошу подписать вашу фотографию ваш плакат до момент победы для телезрителей телеканал астана сейчас после эфира мы решим какой же вопрос был самым лучшим спасибо большое смотрите нас каждый четверг в эфире телеканала астана всего доброго до свидания а а а а а а а а МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА